Он мне говорил, что сейчас ты, говорит, не будешь ее ценить, потом, говорит, время пройдешь. Это был какой-то конфликт или просто всплеск эмоций? Чувствовал очень хорошо и не уставал, был в хорошей форме. Я уверен, что ты знал, что я вас задам. Не думал, что я ему проиграл и так уверенно вышел на эту свадьбу. У меня в голове были мысли, что я укусил. Борцы такие люди, какие бы условия ни были, они привыкнут. Всех приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Арсан Дациеви. Сегодня в рамках информационного агентства «Обзор пресс» мы поговорим с Гаджимрадом Рашидовым. Он чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2021 года. Гаджимрад, как прошли для тебя Олимпийские игры? Что скажешь, что сейчас в голове? Олимпийские игры вроде неплохо, но как хотелось, так не получилось. Я думаю, это все к лучшему, инжаллах. И будем исправлять ошибки и дальше работать. Схватка за выход в финал. Что пошло не так, по-твоему? Что не получилось? Я думаю, это все от настроя. Я после двух схваток чувствовал очень хорошо и не уставал, был в хорошей форме. И не думал, что ему проиграю. И так уверенно вышел на эту схватку. И в начале схватки так сложилось, что неожиданно он прошел. То, что, ну, мое мнение, то, что я знаю, не было два балла. И далее, может быть, что-то психологически не справился. На прошедшем личном Кубке мира ты снялся с соревнований, но говорили какая-то травма. Расскажи более подробно об этом. Настолько тяжело, Гаджбрат. Вот, переключить себя, начать восстанавливаться. Вот этот процесс, настолько он изнурительный. Я думаю, это самый тяжелый процесс. Те, которые часто получают травмы, они знают, что такое травма. И колени, то, что по борцам это самое основное, вот колени, руки. И у меня до сих пор левое колено я оперировал два раза. И сейчас тоже беспокоит. Хочу вылечиться. Наверное, такой самый ожидаемый вопрос. И я уверен, что ты знал, что я вас задам в схватке с Масукаевым. Это был какой-то конфликт или просто всплеск эмоций? Что произошло именно за борьбу, за третье место? Ну, знаешь, после проектов же человек чуть другой бывает. Но были эмоции, и тяжело было собраться. И главный тренер Джанглот Ильич настраивал. И Махач Муртузали подходил. Он объяснял, что это не каждому, да, но тоже третье место. И он мне говорил, что сейчас ты, говорит, не будешь ее ценить. Потом, говорит, время пройдет, уже будешь возраст. И, говорит, ты будешь это все ценить, это понимать. Ну, этот человек сам это все прошел. И из-за этого, ну, не было такого, чтобы грубо побороться или что-то. Ну, выходил бороться до конца и все. Измайл, а можно комментарий? Комментарий небольшой. Что у вас случилось с Каджи Мурадом? Это перепалка была. Магер головой просто ударил. Губу расчет мне. Я ему сказал просто, так, дежливо, да. Что так, урад не бороться. Это все-таки не ММА. Если драться, вы ходите, да. Бак-погон надо драться, а здесь бросано, да. А он головой ударил, ну, в свадке или специально как-то? Это уже не первый раз он делал борьбу на свадке. Второй раз чуть-чуть сильнее попал, в другую разбил. Я ему говорю просто, чтобы аккуратно бороться, так, особо ничего. Какая-то обида. Что-то в этом вроде, что-то было? Вот именно эмоции, какие ты испытывал в момент выступления с ним? Не было никаких, брат. И чтобы его обиды, я его давно знаю, мы вместе тренировались. Как братья выросли, за одним столом кушали. Но он такой борец, который быстрый, очень скоростной. И он стойка тоже низкая, и за это неудобно войти. И я ему... Я это не почувствовал особо. Видимо, попал пару раз головой, когда проходил. И, походу, он думал, это специально. Не было такого, чтобы что-то ему сделать, походу. Ну, Заш, я видел твое интервью после этой схватки. Такое чувство было, что вот прям злость в глазах она была. Я просто по финалу не отошел от этого. И у меня в голове были мысли, что вот, то, что я упустил. Это же не каждый год, не два года. Это долгий труд был. 10-15 лет, когда ты тренируешься, готовишься к этому. Очень тяжело смириться. За бронзу Исмаил сказал, что ударили его головой по губе. Что там было? Если я его ударил, мне что надо давать? Ну, блядь. Его вместе, вместе, вместе. Вы бронзе рады? С одной стороны есть рады. С одной стороны нет, потому что я выжал за долгом. Атмосфера, в общем, сборная, какая она была? Вот ты сейчас можешь вспомнить в Токио, как сильно поддерживали, возможно, друг друга? На этот раз особо не получилось поддерживать друг друга, потому что после того, как тебя наградили медалью, ты должен был за 24 часа, за сутки, ты должен был уехать. И из-за этого вот Заур выиграл, я даже его не видел там, после финальной схватки, и они уехали сразу. Очень тяжелая обстановка была. Есть с чем сравнивать? Мы, честно говоря, с такой графикой не попадали еще, и первый раз были, ну, тяжело было вообще. Ну, я думаю, мы справились, и почти такие люди, которые, какие бы условия ни были, они привыкнут, и сделали все возможное. Самые мотивирующие слова, я же рад, которые прям засели тебе в голове, и которые тебя, возможно, так вот поддерживали, давали силу? Таких не было, но я знал, что меня дома ждут столько людей, и столько ждали, не только люди, мои дома, отец, брат, все, которые в меня верили. И хотел оправдать надежды, и, ну, я думаю, они тоже понимают это все от свечного, и будем дальше работать. Планы на следующую Олимпиаду? Какие ошибки, возможно, выявил? Сейчас, в первую очередь, отдохнуть, восстановиться, восстановить в первую очередь свое здоровье, и потом уже под хамку восстанавливаться, и будем исправлять ошибки. Ошибки будем исправлять с моим отцом, тренером и братом. Планы на ближайший чемпионат мира? Будешь ли выступать, Восло? Скорее всего, пока точно не решился, но я думаю, пропустить. И завершение как встретили? На родине, в Дагестане, как испытал вот эту атмосферу? У нас в Дагестане любят борьбу, любят нас, и мы всегда знаем, что нас хорошо встречают. Не только когда выигрываем, и когда проигрываем, и всегда любят, и из-за этого очень много людей приехало, и всем спасибо нашим болельщикам, которые верят в нас, и переживают, молятся. Огромное спасибо. Спасибо, Гаджимурат, за интервью. Желаем успехов на твоем пути и во всех начинаниях. Спасибо. С нами был Гаджимурат Рашидов. Подписывайтесь на канал Обзор Пресс. Все самое интересное из мира спорта. С вами был Гаджимурат. С вами был Гаджимурат.